Дорогие братья и сестры, я хотел бы вам предложить сегодня вопрос, который сейчас у вас на экране. С кем мы на самом деле хотим проводить вечность? Мы думаем об этом? Наивный вопрос, правда? Мы все знаем, с кем мы хотим. С другой стороны, проводить вечность. Как эту вечность можно провести? Ну так мы говорим. Мы в церковь приходим сюда, потому что мы хотим. Мы услышали радостную вещь о том, что тот внутренний голос, внутренняя жажда жить вечно, они не случайны. Бог заложил вечность в наши сердца, как говорит Писание. Мы хотим жить вечно, Бог заложил в нас это. И вопрос, с кем мы хотим проводить вечно? Конечно, с тех, с любимыми нашими. Тех, кого мы любим. Наша жена, наш муж, наши дети, родители, друзья. Конечно же, мы хотим проводить вечность, быть в вечности с нашим Создателем, который создал все так прекрасно. Так все прекрасно создал. Насколько гениальный его ум. Насколько он прекрасен по своему характеру наш Бог. Мы хотим проводить вечность с ним. Естественно, мы приходим в церковь, и мы переживаем о многих вещах, о определенных вопросах, которые могут разделить нас нашим Господом. Мы переживаем о многом, мы разные. Мы о разных вещах. Одни переживают больше, другие меньше. Мы в церковь приходим, и это вечный вопрос. Мы переживаем о музыке. Какая правильная, неправильная. Вопрос не в нас лично. Мы переживаем, а вдруг эта музыка Господу не нравится, а мы играем и слушаем неправильное. И на самом деле есть крайние позиции в этом вопросе. Но что интересно, что сам Господь нигде кардинально не высказался. Если уж вы будете вот это играть, или вот так, уж точно вам вечности не видать. Нет этого. Хотя вопрос важен. Есть вопросы другие, когда мы переживаем о том, как мы одеты. И это важные вопросы, потому что мы идем навстречу с Господом. Мы друг друга видим. Мы определенные заявления делаем своим внешним видом. У нас есть разные понятия, что прилично, что неприлично. Тем не менее, Господь, о котором мы переживаем, что правильно представил, не высказался кардинально. Сказал, вот если вы вот так оденитесь, уж точно вам вечности не видать. Более того, нарушение баланса в этом вопросе опасно. Именно та группа людей, которая больше всего переживала за внешнюю часть, оказалась самой неподготовленной к пришествии Христа. Они его распяли. Это важный вопрос. Важно удирать баланса. Но нет кардинальных высказываний. Мы переживаем о том, как устроено служение. И для некоторых из нас это очень важно, когда мы нарушаем определенные стандарты, которые мы выработали. Я мог бы привести множество примеров, о чем мы переживаем. И о чем мы иногда спорим. И о чем, кстати, идут сказать, иногда христианские церкви разделяются. Но если вникнуть в суть, почему они разделились? На самом деле люди искренне верят, что они остаивали основы Евангелия. И они не могли отступить. И они пошли на то, чтобы семью разделить. Но если внимательно посмотреть, Господь сам не высказался по этому вопросу. Настолько кардинально, как нам кажется, чтобы Он высказался. К чему я все это говорю? Я вот к чему говорю. При всем при том, что мы переживаем о том, что все-таки хотим проводить с Господом вечность. И переживаем о том, что Он думает о нас. Иногда мы готовы на большие жертвы. В то же самое время есть некоторые вещи, которые прямо оговорены Господом. Он говорит, мне это не нравится. Более того, я ненавижу. И я не допущу людей таким характером приблизиться ко мне. Мы знаем эти вещи. Но мы позволяем этим вещам присутствовать в нашей жизни, в нашем характере. Хотя знаем точно, что Господь высказался конкретно. Хотите пример? Вот вам примеры некоторые. Смотрите. Смотрите. Ну, конечно, это не про нас. Куда мы на суд не ходим. И раздоров мы не сеем. Но Господь, обратите внимание. Тот, кто что-то говорит, и это сеет раздоры среди братьев в церкви, Господь говорит, я вот таких людей? Что? Ненавижу. Вот всем. Вот что ненавидит Господь. Это серьезные вещи, братья и сестры. Если мы переживаем о вопросах других, об этом вопросе мы должны задуматься. Есть элементы характера, которые Господь специально оговорил. Говорит, я ненавижу это. Вы себе представляете, что значит, если Господь что-то ненавидит? Я вчера, у меня так пару часов там большие бревна мы с сыном кололи. Это тяжелая работа. Но когда мы в Рент взяли аппарат такой, кнопку нажал, и он медленно двигается, этот клин. И так на него большое бревно, давит с него просто вода, сок течет. Без всякого усилия сдавило это бревно. Я себе подумал, так это же машинка просто. А мы имеем дело с Господом. Моя жена спрашивает меня, слушай, а как можно это бревно сильно сдавить, до какой степени? И я подумал, интересно, ученые говорят, что наша Вселенная, все галактики, произошли из одной точки. И эта точка была размером, если я правильно помню, я еще в юности читал об этом, 10 минус 33 степени квадратного сантиметра. Это такая точка, что ее трудно видно в микроскоп. Так вот эта вся громадина, вся эта Вселенная была сжата настолько. Потом они говорят, теория Большого Взрыва, вот эта точка взорвалась, стала расходиться, появилась Вселенная. Писание говорит, веру и познаем, что из невидимого произошло видимо. Но в Библии нам было об этом написано. Представить себе такую силу, которая может сжать не бревно, всю Вселенную в точку, которой не видно. И когда мы имеем дело с таким Богом, и Он говорит, вот это я ненавижу, и вот это ненавижу. Вы понимаете, чем мы рискуем? А мы собираемся с Ним вечности проводить. Вот еще текст. Псалом Давида. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Кто не клевещет языком своим и не делает искреннюю с моему зла, и не принимает поношения на ближнего своего? Тайна клевещущего на ближнего своего? Изгоню гордого очами, на обменного сердца не потерплю. Это не музыка. Это не одежда. Это не стиль служения. Здесь все ясно конкретно оговорит. Какая часть нам непонятна? Господь говорит, Давид, точнее, спрашивает Него, и по вдохновению Духа отвечает, кто может приблизиться к Богу? Говорит, кто может быть? Тот, кто не клевещет языком своим, не делает искреннюю с моему зла, не принимает приношения на ближнего своего? Ну, хорошо, я не клевещу. По всякому случаю, я так думаю. А как насчет того, что я что-то слышу на брата или сестру и принимаю поношения? Видите, как это серьезно? А вот тайна клевещущего есть неоткрытые, есть тайные люди, которые говорят в тайне. Так, знаешь, мне тут проще слышал, но ты сильно не распространяйся. Слышал я, слышал. И оно пошло. Ну, естественно, ты уже на меня не ссылайся. Господь говорит, тайно клевещущего на ближнего свое изгоню. Как вам кажется, почему Бог ненавидит клевету? Думали когда-нибудь? Почему ему противно? Почему он это ненавидит? Как будто вопрос простой и ответ очевиден. Но все-таки нужно заострить наше внимание сегодня и подумать, почему для Господа эти качества характера настолько противны, что он высказывает настолько резко, говорит, я ненавижу. Ни о чем другом он так не высказывает. В большинстве тех случаях, о которых мы переживаем и ведем споры, что правильно, Господь ничего конкретно не говорит. А здесь говорит прямо, говорит, ненавижу, изгоню, не допущу. Давайте посмотрим этот текст, который мы смотрели, что на самом деле это значит. Чтобы у нас было ясное представление, мы там или мы не там. Может быть, это вообще не к нам? Смотрите, Давид в своем псалме пишет, «Кто может обитать на святой горе твоей, кто не клевещет языком своим, не делает искреннюю своего зла и не принимает положение на ближнего тебя?» Тайно клевещет на ближнего своего изгоню. Обратите внимание, что клевета, это значит сплетничать, клеветать, ходить в разведку, высматривать, быть соглядатым, разведчиком, сплетничать, клеветать. То есть вот это слово в Ветхом Завете, если его проанализировать, это значит слово «клеветать» это сплетничать. Рассказывать, я вот слышал, и передавай дальше. Или в Ветхом Завете, там, где написано правители этой страны, помните, когда братья пришли к Иосифу, правитель с той страны принял нас за соглядатая, за шпиона, который высматривает. Так вот это как раз это слово. И вот Моисей послал своих соглядатых высмотреть землю. Так вот, высмотреть землю, это же самое слово. Так вот клеветать, это значит, это значит узнать что-то и передать дальше. Каждый из нас находится в определенных отношениях с другими, более близких. Это наши родственники, это наши друзья, это наша церковь, это круг друзей на работе, на учебе, и мы что-то знаем. Мы в какой-то степени разведчики, люди, которые знают больше, чем остальные. И то, что мы видим, то, что мы слышим, то, что мы случайно узнали в силу нашего положения, это одно. Но проблема начинается, что мы сделали, что мы делаем с тем, что мы услышали, что мы узнали, что мы увидели, или нам показалось, что это так, как нам кажется. Писание говорит, что тот, кто занимается этим, который сам, может быть, не сплетничает, но говорит, тайна, чуть-чуть подливает. Вот кто это делает, даже не явно, а тайна, говорит, я, говорит, изгоню. Серьезно, правда? Мы имеем дело с Богом. Если бы я спросил вас, братья и сестры, кто вам больше нравится? Если бы я всерьез это спросил, кто вам больше нравится? Кто нам больше нравится? Сатана или Христос? Вы бы обиделись, правда? Естественно, Христос. Как может Сатана нравиться? Но это если не всерьез спрашивать, если всерьез, вы бы обиделись. Потому что ответ очевиден. Даже люди неверующие не скажут, что им Сатана нравится, а не следует Сатане. Но проблема здесь очень серьезная. И это отчасти объясняет, почему Бог ненавидит клевету и это качество в характере человека. Смотрите. Знаешь же, что в последние дни, говорит Новый Завет, наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивые, средолюбивые, горды, непримирительные, клеветники, невоздержанные, жестокие, нелюбящие добра. Новый Завет говорит о том, что последнее время будет тяжким, потому что у людей будет прогрессировать определенные качества характера, которые сделают время трудным. Одно из этих качеств, они будут клеветники. Интересно, это слово, которое читается здесь, диаболос, диаболос, в клеветнике появятся маленькие диаболос. Вам что-то напоминает слово греческое диаболос? Это дьявол, дьявольский, клеветнический, дьявол, клеветник. Это по сути слово клевета в Новом Завете определяет это имя сатаны, дьявола. Я не случайно спросил, если бы спросил я вас, кто вам больше нравится, сатана или дьявол? Дьявол или Христос? Вы бы сказали неправильный вопрос. Но в следующий раз, когда мы будем что-то рассказывать о других, вслух, передавать дальше, или будем тайно говорить или открыто, вспомните этот текст, что это качество самого дьявола. Вот почему Бог ненавидит клевету и сплетни. Потому что это суть самого дьявола противника. Он говорит, что в последнее время появятся клеветники, маленькие, сатанята или дьяволы. Клеветники, другим словом, шпионы, которые узнают, добавляют и передают. И даже если не добавляют, не хватает смелости вслух, они тайно это делают. Я это говорю всем, чтобы показать, насколько это серьезно. Посмотрите, мы говорим, сейчас мы говорили об избрании новых диаконов. Вчера я упоминал это. Говорится о определенном статусе и качестве, которые были, должны быть у диакона. Причем, честно говоря, это качество, которые должны быть у каждого из нас. Но диакон ставит, а это есть и особые претензии ставят, и особые требования требуют к их женам. Так вот, для их жен написано, они не должны быть клеветницей. Поэтому жены наших диаконов, служителей, обратите еще раз внимание, я вчера об этом говорил, обращайте внимание, что это качество дьявольское, сплетни и клевета. В какой бы форме это в тайной и открытой, Господь видит тайно и явно. Он ненавидит это качество. Причем, обратите внимание, женщинам специально говорили на это. Это относится и к мужчинам, и к их мужьям, диаконам, но женщины склонны к тому, чтобы больше деталей рассказать. Это их сущность такова. Если мужчины больше смотрят на то, реагируют на то, что они видят, то, что они анализируют, женщины больше говорят. И это само по себе неплохо. В семье, когда два характера сходятся, это то, что влияет на детей с разных сторон. Они дополняют друг друга. Но когда грех касается, когда дьявол касается характера женщины, особенным образом ее желание поговорить может превратиться в очень опасное качество. И Писание оговаривает, смотрите, избегайте этого качества. Оно дьявольское. Сам дьявол определяет эти меры. Это то, что Бог ненавидит. Это то, что Бог не терпит. Он говорит, изгоню человека, который это даже тайно делает. Еще один текст. И услышал я громкий голос, и мы читаем Откровение. Громкий голос, говорящий на нем, и ныне настало спасение, и сила, и царство, Бога нашего, и власть Христа, его, потому что низвержен клеветник братья наши, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Анца, и словом, свидетельство его, и не возлюбили души своей даже до смерти. Обратите внимание. Итак, веселитесь небеса и обитающие на них, горы живущим на земле, и они на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему осталось то же самое слово. Поэтому, когда я спросил, что нам больше нравится? Кто нам больше нравится, дьявол или Христос? А оскорбительный вопрос? Однако, это серьезный вопрос. Сплетни, оговоры, передача информации, которая порочит кого-то другого, они опасны, потому что они отражают саму сущность дьявола. И Бог говорит, я ненавижу это качество, не потерплю, изгоню, открыто или тайно это делается. Поэтому, правило простое, когда мы не уверены, это клевета. Или это серьезная претензия, которые надо решать. Если не уверены, лучше молчить. я хочу обратить внимание, есть интересный пример практической работы, как клеветник работает. Есть много примеров в жизни, вы их знаете. Что-то из своей жизни помните, когда попадалось это. Ну, всякое бывает. Сказал, думаю, оно мне надо было говорить. А, как у нас говорят в Одессе, слово не воробей, поймают, не выпустят. Сказал, и все уже. Извиняйся, не извиняйся, напомнишь, что ты сказал. Интересный есть пример у Иова. Написано, пришли, сыны Божьи, пришел и сатана, клеветник, главный клеветник, автор этого качества. И Господь ему говорит, где ты был? Он говорит, я землю обошел. Ты Иова видел? Он говорит, видел. Вот такого, как Иова, нет такого, благочестивого, богобаятельного. На всей земле такого хорошего нет. И я нахожу, что он ха, а ябл говорит, что ему надо было сказать в этом случае? Это же сам Господь говорит. Сказал, я так рад, Господи, что ты его увидел. Я так рад, что ты есть человек, которому ты радуешься. Сам Господь дает характеристику. Но обратите внимание, сатана говорит, даром ли он благочестивый, богобаятельный? Не ты ли окружил его кругом? Вот забери у него это, увидишь, что он сделает. Он говорит, хорошо, можешь забрать это, души не трогай. Прошло время, ну что, твердый я, Ио, конечно, ну твердый, ну забрал богатство, ну это богатство, но если за душу свою, за тело, за жизнь свою, человек уж точно отступит. Что он делает? Он с самим Господом разговаривает. Имейте в виду, когда собираются люди и когда они занимаются сплетнями, в сознании нашем работает, ну это же правда, надо как-то разобраться, люди говорят, происходит, давай поговорим, как-то решим, какие-то, имейте в виду, что как раз пример с самим главным клеветником показывает, что клевета постепенно становится качеством характера, который толкает человека на то, чтобы он, даже если нету фактов, даже если источники достоверные, пресс-фитер говорят, пресс-фитера говорят, люди уважаемые говорят, человек не останавливается, сам Господь Бог говорит, ну ладно, факты, есть факты, но, давай посмотрим на его мотивы, качество сплетника-клеветника толкает человека анализировать, даже ставить под сомнение мотивы человека, в данном случае, сатана что делает, он пред самим Господом, ему недостаточно свидетельства самого Господа, конечно, никто из нас не смелится с Господом спорить, ну потому что мы не вхожи туда, в свое время сатана туда приходил, и он мог вести разговор, так вот это показывает сущность, что когда все факты за Илла, а вот давай посмотрим на его мотивы, а вот почему он это делает, а вот почему он это сделал, а почему он сделал доброе, а почему он это сказал, а почему вот этим он или они занимаются, начинается анализ мотивов, но такой анализ, что бросить тень на чистоту мотивов, и когда это качество становится характером человека, неважно какие факты, если факты противоречат, как один говорил, тем хуже для фактов, сам Господь Бог не может остановить такого человека, и Бог говорит, я ненавижу это качество, потому что это качество самого дьявола, сатаны, осужденного, преступника, писать не надо, что писание нам четко говорит, согрешил против тебя брат, пойди ему скажи лично, не послушаешь, позови пару человек, с ним поговори, их не послушать церкви скажи, если церковь не послушает, пусть он будет как язычник, но если он согласится, покается, забудь, не вспоминай, бывает в жизни, человек еще не знает, но все вокруг знают, все уже слышали, никаких свидетелей, никакого разговора, что это? Диаболос, дьявольские качества, покаялся человек, уже извинился, что значит он покаял, что значит он извинился, история-то какая жаркая, горячая, это же интересно поговорить, а вот он так и так, то, что он уже извинялся, неважно, Писание говорит, бойтесь, опасайтесь этого качества, сделайте вот так, видишь человека согрешающим, молись за него, если ты за него переживаешь, молись, не болтай языком, не рассказывай, не разноси, не говори тайны неявно, молись за него, если ты можешь помочь, помоги, можешь поговорить, поговори, если нужно привлечь других, но делай честно, братья с ним, в коем случае не допускай, я тебе скажу, но никому не рассказывайте, если вы хотите сказать, имейте мужество идти до конца, я это видел, я это слышал, я готов помочь, как только вы слышите, особенно жены диаконов, ты, вот мне сказали, ты никому не рассказывай, напоминаю, когда вы это слышите, остановитесь, если ты хочешь мне сказать, чтобы я никому не говорю, что ты мне говорил, остановись, мне нужна эта информация, тайна клевещущего, изгоню, ненавижу клевету, ненавижу сплетни, я вчера говорил, в американском законе, интересно, есть фраза, сленда репутейшн, или клевета, это когда распространяется, заведомо ложные сведения, об этом человеке, более того, даже если это сведения правдивые, но и будет доказано в суде, что они распространялись с единственной целью, а порочить человека, то это тоже клевета, наказуемой уголовно в американском законе, братья и сестры, мы семья, мы Божьи, и если мы хотим быть с Господом, проводить с Ним вечность, своими любимыми, обратим внимание на это опасное качество, у нас есть это желание, у нас есть это желание поговорить, и когда ни о чем, истории, сплетни, легко люди слушают, но она опасная, Бог говорит, я ненавижу, изгоню, даже если кто-то тайный, тихаря, изгоню, не допущу, я ненавижу это качество, потому что это качество дьявольское, еще один вопрос, будем заканчивать, почему Бог любит праведность, как вам кажется? опять наивный вопрос, правда? Потому что Бог такой, Он праведный, это Его характер, и все в этой вселенной создано согласно Ему, мы не можем до конца объяснить тайну сатаны, откуда он взялся, зачем, но мы четко знаем о Боге, что Бог праведен, Он справедливый, Он свят во всех действиях, Он любит это, потому что это Его сущность, праведность, Он любит праведность, потому что Его Сын, праведник, праведный, Иисус Христос не клеветник, Он праведный, Он защитник, мы созданы по образу подобию Божьей, братья и сестры, и интуитивно нам нравится праведность, честность, благородство, но в реальной жизни, плоть наша слабая, легче поступать неправедно, легче сплетничать, чем промолчать, легче тайно говорить, чем сказать открыто, легче распространять клевету, чем поработать, чтобы сохранить человека репутацией и помочь. Это легче, это легче, но это опасно, потому что это ведет нас к главному вдохновителю всего качества. И когда это становится качеством, нашим характером, мы находимся на очень опасном пути. Интересные есть примеры в Священном Писании. Многое говорится о праведности. Можно много об этом говорить. Единственное, хочу заметить, что праведность, с нашей точки зрения, перед Богом, это правильное положение перед Богом. Это расположение наших мыслей, нашего характера. И прежде всего, праведность, как вы помните, мы проходили в Римлян, праведность, это прежде всего, правильное положение. Это правильное положение выражается в том, когда мы признаем правду о самих себе. Мы называем себя грешниками, что нас Господь спасает только благодатью. И чтобы мы не услышали о своем ближнем, у нас должно быть сожаление. Так весь я, тот, не который добился, а тот, который по милости был принят в церковь, по милости живу, и по милости войду в присутствие Божьей, жертвы Иисуса Христа. Поэтому, если кто-то что-то сделал, я слышал, Господи, сохрани этого человека. Покажи мне путь, как помочь ему. Как поддержать его, как поднять его, как остановить этот разговор. Это правильное положение перед Богом. Интересно, можно много говорить о праведности, есть практически примеры, которые интересно показывают, праведность в таком практическом смысле. Помните, Иосиф был человек праведный. И когда он узнал, что Мария беременна, первая мысль праведного человека какая, он подумал, как бы тайно ее отпустить. Кажется, праведный, должен следовать закону. Ну, закон говорит, надо побить. Но первая мысль праведного человека, как человека защитить, как прикрыть, как поймать, как поднять. Он не стал разгарзывать, ни друзьям, ни родственникам, первая его мысль. Как ей помочь, чтобы она не погибла? Это качество праведного человека. Об Иисусе Христе говорится очень много. Очень много говорится о том, что он праведник. Весь Новый Завет говорится о правильности мысли, и правильное нахождение, учение, отношение, характера. Это один яркий пример, который хорошо мы знаем. Помните, когда женщину привели, взятую при любодеянии? Мы взяли ее при любодеянии. Ты что скажешь? Побить ее камнями. Он знает, что по закону могли привезти или мужчину, или женщину, или одного мужчину, но ни в коем случае одну женщину. Он знает, что они нарушили закон. Однако он также знает, что когда они закон нарушили, женщина все-таки согрешила. Но он отвечает, кто из вас без греха? Первый брось в нее камень. И когда они ушли, говорит, никто не осуждил тебя, никто. Иди, и я не осуждаю тебя. Иди, и впредь не греши. Он знает, что она по закону права. Ее должны были осуждены. Но он знает, что она таки согрешила. Он знает больше, чем они знали. Однако он действует, как праведник. Он не усугубляет, он защищает, он дает возможности этой женщине подняться. Это качество праведности в Иисусе Христе. Это то, что Бог любит. Это его сын, о котором он сказан, этот сын мой возлюбленный. Потому что он не клеветник. Он ходатай. По качеству своему он не ставит вопросы, чтобы подвергнуть сомнению мотивы. Он очищает совесть, пробуждает человека. Он сделает все необходимое, чтобы человека поднять, а не добить, как это делает клеветник сатана. И Бог, с одной стороны, говорит, я ненавижу это качество. С другой стороны, это сын мой возлюбленный. Его слушайте. Смотрите, что Писание говорит. Он есть ходатай Нового Завета, дабы в последствии смерти его бывшего для искупления от преступлений, сделанные в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетование. Он, что значит ходатай? Он значит посредник, лицо, садящий примирению с поющих сторон, арбитр. Знаете, если бы он был на месте сатаны, что бы он сказал? Он бы не сказал, да, старом ли он? Он сказал, отец, сейчас так рад. Я так рад, что ты рад. Я так рад за Иова. И даже Иова был бы не такой. Он сказал, отец, ну ты видишь его обстоятельства. Ты видишь, что он во плоти. Прости его. Это ходатай. Это посредник. Это другое противоположное качество. Кто будет обвинять избранных Божий Бог, оправдывает, кто осуждает. Христос умер и воскрес. Он одеснует Бога. Он ходатайствует за нас. Христос праведный находится в одеснуе Бога. Он ходатайствует. Он встречается. Он приходит к Богу. Он обращается к Богу с просьбой о вас и обо мне. Он не осугубляет ситуацию. Он не разносит непроверенные сплетни. Он даже тайно это не говорит. Он знает правду о вас и обо мне, что мы действительно достойны смерти. Но он делает все необходимое, чтобы представить наше положение перед Богом, чтобы оправдать нас, а не усугубить. Он не ставит вас на сомнение святые мотивы человека, как делал сатана. Сам Господь сказал, нет такого. Ты не все взвесил. Это характер креветника. Христос действует по-другому. Но они же согрешили. Я заплачу. Но уже ниже совесть порочная. Я очищу. Но ты же, они же распнут тебя. Перенесу. Они опозорят тебя. Прощу. Господи, я все это вынес за низ. Прости им. Это другое качество. Противоположное дьяволу, клеветнику. Это качество ходатая. И Писание нам говорит, не себе только каждый заботится, но каждый о других. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, смирил себя. Был послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Есть исследования. Почему люди сплетни разносят и клевещут? Очень часто это делается из зависти. А у меня этого нет. А я это не могу. У меня нет этих возможностей. Иногда люди уличены другими людьми. И внутреннее чувство права. Если выработалось это качество, человек убежден. Вы думаете, Сатана не был убежден, что он правильные вещи и говорит перед Богом. Все небожители, сыны Божьи стояли. Сам Господь Бог сказал, нет такого. А суда говорит, неправда. Ты и все взвесил. Ты посмотри на его мотивы. Давай проверим. И сидя, а стоят это сыны Божьи, и сатана перед ними самим Господом спорит. Я не знаю, в какой форме это происходило, но это выглядело как звездный час для сатаны. Дай-ка я прижму, и все увидят, что сломается ее. Писание говорит, что мы должны быть обеспокоены внутренним состоянием. И когда мы что-то слышим и передаем, чтобы мы заботились не только о себе, но и о других. У нас должны быть те же чувствования. Если мы избираем Христа, а не дьявола, мы должны двигаться в ту сторону, где Христос. Развивать качество, которое во Христе. Качество ходатая, заступника. Человека, который собой прикроет, а не разнесет. Человека, который переживает, который молится, который готов заплатить за ближнего своего. Это текательство, которое Богу нравится, Бог их любит. И написано, что о Христе, который показал нам пример угодного, правильного человека пред Богом. Написано, он, будучи образом Божьим, у него все было. Ему не надо ему ничего желать. Смирил себя. Был послушен до смерти, смерти крестной. Когда мы рассказываем историю других людях, мы пытаемся смирить кого-то. Мы катаемся залезть в чужую жизнь. Христос говорит, прежде всего, он себя согнул. Он себя смирил. И его сила над самим собой была Богом оценена очень высоко, потому что дана ему имя выше всякого имени. И пред именем Иисуса преклонится всякое колено. братья и сестры. Когда мы задаем вопрос, кто нам больше нравится, сатана или Христос, не спешите отвечать. Если сплетния становятся частью повседневной жизни, это значит, что на самом деле сатана больше нравится. И человек, который не останавливается и двигается, он постепенно, постепенно становится более похож на дьявола, а не на Христа. Сегодня вопрос, что мы на самом деле избираем в нашей повседневной жизни? Наш выбор не в том, что мы говорим, но наша повседневная жизнь, состоящая из мелочей, где мы выделаем этот выбор. Это важно. И этот выбор определяет то, что внутри нас. Вы скажете, сегодня, когда я спрашиваю, что мы, что нам больше нравится, сатана или Христос, я намеренно говорю, чтобы это ярко запомнилось. Кому-то скажет, это вообще неуместно. Деньги либо преломления. Мы вспоминаем Христа, мы вспоминаем Его смерть, мы будем принимать Его тело, Его кровь, мы будем участвовать, приобщаться. О чем разговор? Мы привыкли? Мы делаем машинально? Я хотел бы попросить вас сегодня, когда мы будем участвовать в вечере Господней, вспомним, что когда мы участвуем в Его теле, Его крови, мы протещаемся к Его святому естеству. Мы должны сделать это сознательно. И сегодня дать перед Богом обет. Господи, я говорил лишнее. Я говорила лишнее. Я иногда в тайной элегии явно. Я, может быть, не до конца понимал опасность. Я вижу это. Я не хочу быть похожим на врага Твоего. Я не хочу, чтобы Ты меня изгнал. Я хочу, чтобы Ты меня любил. Прости меня. Очисти меня. Научи меня язык свой держать. Научи меня прежде переживать о человеке. Не спешить веровать всему, что рассказывают ближние. Научи меня не принимать поношения. Обратите внимание, когда мы не участвуем, я изгоню тайно клевещущего и принимающего поношения на братьев Твои. Сеющего раздоры. Ненавижу. Братья и сестры, мы будем участвовать. Давайте мы это сделаем сознательно. Не все вместе. Иногда мы молимся. Господи, если Ты знаешь какие-то грехи за мной, прости меня. Если есть какие-то грехи от всех грехов, которые Ты знаешь. Абстрактно. Сын блудный пришел, говорит, отец мой, я соглашил перед небом, перед Тобою. Я сделал это, это и это. Пусть мы не охватываем всю нашу жизнь, все грехи, чтобы, если скажем все, значит никакой не будет прав. Давай мы конкретно себя. Можете говорить о общем, но конкретно назовем. Господи, я не хочу быть сплетником. Я не хочу быть клеветником. В своей жизни я допускал эти вещи. Они опасны. Для меня это понятно. Освободи меня. Отчесть меня. Прости меня. Я хочу быть похожим на Твоего Сына Иисуса Христа, который является символом высшего добра. Давид говорит, кто же может быть в присутствии Божьей? Тот, кто не клевещет, не принимает поношения, который тайно не клевещет, который по характеру своему не становится похожим на дьявола. Тот, который по характеру становится более и более похож на Господа Иисуса Христа, которому сказано, «Это мой Сын возлюбленный. Я хочу быть Твоим возлюбленным». Давайте мы сегодня... Я понимаю, что у нас кто-то в этом отчасти, какие-то крупицы, кто-то может позволял. Давайте мы серьезно отнесемся к этому. Лучше мы придем в компанию, и у нас нечего будет сказать. Лучше пусть думают, что мы не до конца развиты, и у нас нет истории. Лучше никто не будет смеяться. Лучше мы попьем чай, устанем, уйдем. Пусть лучше думают, что мы странные люди, но мы не скажем лишнего. И когда мы слышим, кто-то лишний говорит, «Остановите брата и сестру». Ты знаешь, что это такое? Ты это... Да нет, люди говорят, «Остановись, это грех». Пожалуйста, братья и сестра, это очень важно. Мы говорим о музыке, об одежде, о устройстве служения сплетня. Это как тайный змей, как вирус, инфекция, проникает в сердца, и мы свыкаемся, мы находим извинения. И почему мы находим извинения? Потому что вдохновитель этого качества, сам дьявол, у него было что сказать, даже самому Господу, в оправдании своей позиции. Да, сохранит нас Господь об этого, особенно, когда будем участвовать, либо пренимедовать, и мы исповедуем Господу это, и дадим обет, что мы сознательно, каждый раз будем пресекать это качество, чтобы мы двигались в другую сторону. Еще, я хочу сказать, что в начале августа у нас будет крещение. Имейте в виду, братья и сестры, это ваше время. Бог дал вам вашу жизнь, что вы определились на этой земле, с кем вы будете в вечности. Писание говорит, что мы должны в этой жизни успеть покаяться и принять крещение, вступить в завет с Господом, в нем возрастать. Не рассказывайте о том, что вот этот покаялся, крестился, посмотри на его жизнь. Это сплетни. Думайте о своей жизни. Перед Господом мы не сможем оправдаться. Да вот Иван Иванович, вот он крестился, он был другим. А вот эти и эти. Господь спросит, ты знал, что ты грешник? Ты знал, что ты делал неправильно? Ты знал, что мне это не нравится, я ненавижу? Ты знал, что нужно вступить в завет со мной, покаяться, вступить? Ты этого не сделал? Не пропустите это время. Неизвестно, сколько времени пройдет. Сегодня примите решение. Примириться с Господом. Покаяться и вступить с Ним в завет. Не пропустите. Неизвестно, сколько Господь отпустил времени. Да поможет нам всем Господь посмотреть на этого Господа. чтобы у нас появилось это страстное желание. С одной стороны, избегать всего того, что связано с дьяволом. И с другой стороны, страстное желание стремиться, возрастать в том, что во Христе. Чтобы о нас Господь в свое время сказал, вводи, верный мой раб, возлюбленный мой сын, моя дочь, в радость, которую я для тебя приготовил. Да будет он в этом прославлен, возвеличен, сегодня им с нужданием. Аминь. Аминь.